Ну вот, друзья, вторая часть моего видео про холодный паркинг-плейс, который я вам показала. Вот вы можете увидеть теперь. Мы уже немножко поднимаемся на холм. И посмотрите, какой опять грандиозный вид, друзья. Я немножко запыхалась, потому что очень крутой подъем. И я встала посредине, потому что нам еще подниматься и подниматься, видите? Ну вот мне показалось, здесь тоже очень красивый ландшафт вокруг. Вот видите, вот туда вот прямо маленький кусочек видно. Это уже начинается пролив Соланд. Вот здесь вот, вот за этим вот, за поворотом. Очень красивым и живописным, видите, вот с пляжиками. Вот это внизу пляжик как раз вот, который я вам в первой части показывала. И дальше вот это вот такой же грандиозный вид. Пролив Ла-Манш соединяется с нашим проливом Соланд. Вот как раз на вот этом углу, друзья. Вот еще повыше вам, пожалуйста, всю эту красоту. Ой, как красиво, друзья. Открытое пространство. Да еще и... Вот впереди уже сейчас очень хорошо видно вот эти беленькие домики. Это вот этот вот Холоди Паркинг Плейс. Как вы видите, довольно-таки большое пространство занимает. Такая большая территория. Сколько здесь этих домиков, даже не знаю. Ну вот, они всегда заняты, они всегда покупаются, продаются с большим удовольствием. Ух, друзья, как высоко. Вот еще я поднялась, ну уже практически на самый верх. И теперь вы можете увидеть то, что я вам и объясняла. Вот за этим поворотом вот такой вот выдающийся клочок земли. И за ним вот пролив Ла-Манш соединяется с проливом Соланд. Как раз вот здесь нам это все прекрасно видно. Чудесная панорама, я считаю, друзья. Думаю, вам нравится тоже. Сейчас пойдем дальше поднимемся. Там еще я вам кое-что покажу. Ну и вот, друзья, каменистыми, извилистыми, козьими тропами я пробралась на самый верх. И вот вам опять показываю вот этот великолепный вид. Это уже только пролив Ла-Манш. Вот там, видите, еще один эклифт огромный. Но это не тот, который я вам показывала до этого, это другой. Вот примерно так выглядят все ландшафты замечательного острова Эллоу-Вайт, друзья. Даже если задувает ветер, ну, придется, друзья, потерпеть. Ничего другого здесь уже нам не придумать. Вот такая круговая панорама, друзья. Такая прелесть вот. А это вот, где люди, вот этот вот бетонный, бетонная такая штука. Это вот опять фортификационное сооружение. Вот здесь вот, видите, вот там вот этот круг специально для пушки. Там стояла огромная пушка. И вот она поворачивалась там светомеханически. И вот она стреляла. Это вот как раз то, что я вам рассказывала про форты, которые были сделаны. Три форта на входе с пролива Ла-Манш в пролив Соленд. Именно туда, на английскую землю. Вот там на горизонте, если вам видно, это Англия уже. А вот мы-то вот здесь вот на острове, на этом маленьком южном. А вот там на горизонте виднеется, по-моему, даже довольно-таки хорошо виднеется. Это вот все уже английская земля, друзья. Я имею в виду главный мионет. Это тоже английская земля, конечно, где я стою. Но это маленький островок. И вот здесь полно этих фортификационных сооружений. Постойные вот и наполеоновская коробка. Я хотел сюда пойти. И вот там вы видите тоже фортификационные сооружения для обыкновения от кораблей. Вот еще немножечко поближе я вам показала. Вот этот, эту сторону справа. Там, если вы видите, белеют домики. Это Сан-Хелен. Тоже маленькая виллач или даже Смолтаун, так можно сказать. Ну и вот я вам хочу, хочу подойти вот к тому вот памятнику, мемориалу. Ну, не все особенно, вот так-то и Сань представляет. Это Стелла, она тоже наверху, она издалека видна. Это все. Давайте подойдем и посмотрим. Вот я уже подошла. Вот видите, здесь ПАП. Энэн. Ин. Как мне сказали, не Энэнаин называется. А что значит Ин? Я вот узнавала специально. И теперь я знаю, чем отличается. Просто ПАП от Инна. Если Ин, значит это ПАП внизу. А вверху вы можете снять номера для ночевки. Типа вот такой маленький отель. Вот он называется Инна. Если просто ПАП, то значит там просто ПАП с напитками. А никаких других. Не вы сможете выйти в номеров, чтобы остановиться. А Ин именно вот номера. Вот эта надпись меня не удивляет. Sorry, but I closed yesterday. А сегодня у нас как раз yesterday, друзья. Ладно, не очень-то и хотелось. Он вполне обычный. Ну вот он, друзья, этот мемориал. Вот такой. Здесь, опять же, к сожалению, я была много раз. И когда бы я сюда не приходила, ветер здесь не прекращается никогда. Потому что, как вы видите, это the top of the hill. Самый верх холма. Вот. Поэтому, конечно, тут ветер со всех сторон дует. Ну, а вот здесь вот это вот стела или мемориал, так скажем, да, богатому господину английскому. Сейчас с другой стороны вам покажу. Ну, вот написано, фото мемориалов Чарльз Андерсон Элхам. Который умер в возрасте 65 лет в 1846 году. Который очень был богатый и владел множеством земель здесь на острове. Помогал как меценат. Очень много сделал всего. И вот такой стоит теперь ему мемориальный памятник. Ну, а это вот его герб такой. И опять написано Амор, корона. Тут, по-моему, лошадь и собака. Я все жду юникорн, чтобы был юникорн. Знаете, что это? Это единорог. Юникорн по-английски. Вот. Ну, вот такой герб у него собака и лошадь.